Ну вот мы и подошли с тобой к финальной неделе 11 багряной охоты. В этом видео мы разберем с тобой все задания третьей недели. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Grim Soul. Если ты не был на вчерашнем стриме, обязательно посмотри его в плейлисте стримы, в плейлисте Grim Soul. Как мы проходили, значит, вот это вот задание достигнуть дна. Все просто, надо пройти все 5 этажей. 15 битв ты должен выиграть. Ну а сейчас мы переходим к финальной неделе. Своими руками щиты. Вот такой вот плетеный щит. Прямо на локации выполним это задание. Дороже золота. Добыть 40 руды. Создано капканов 5. Опять же, можно создавать вот такие вот медные капканы, да? Это будет максимально легко. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, готов был. Особенности лубенской охоты. Убито животных в капканах. Ну как раз эти капканчики с собой и берем, да? Животина попадает в капкан, мы его с тобой красиво добиваем. Готово, задание выполнено. Порхай как бабочка. Урон голыми руками, проклятым ревнителем. Из активных скиллов рекомендую мощный удар. Чтоб как всечь, так всечь, да? Икона стиля. Надет рождественский головной убор. Ха-ха. А это какой? А это вот этот. Оп. Да, классный костюмчик. Потому что у него есть вот такая обилочка. Поехали дальше. Заядлый игрок. Сыграно игр в карты. 14. Если без таллеров, 2 игры в день. 7 дней готово. Вор, но не убийца. Сундук привратника открыт без убийства привратника. Прикольно. Ну то есть его убивать нельзя, да? Соответственно. Надо взорвать просто его дом. Нанесено урона огненным оружием леденелым. А где у нас есть леденелые? На локации Санта против Клауса, да? Ну и финальное задание. Самое дичь. Чумной Санта побежден без использования. Че, ненормальные что ли? Ха-ха-ха! Какая грязь! Вы че, гоните что ли, ребята? А как выполнить это чудное задание? Свитки-заморозки тебе в помощь, конечно же. Ну и все, и готово. Легко и просто выполнишь это задание, если у тебя есть эти свитки-заморозки. Если нет, да, тогда, конечно, тяжелее будет. Ну че, а теперь погнали на локации. Выполнять сразу кучу заданий одновременно. Каменистая возвышенность. Отличная локация. А еще у нас каждодневочки. Три черепа локация нужна. Проклятые медведи. И мастер шипастой палицы. Сразу давай устанавливаем капканы. И будем сюда водить медведей, волков. Может быть, олень попадется. О, а вот он и первый клиент, значит. Пока он стоит в капкане, надо его убить. Оп. Убито животных в капканах. Один из трех. Работает? Работает. Изи. Вообще. Волчик, волчик. Оп. Лучше, конечно, заранее сделай топор. Кирку, да? Я вот бегаю, и об вообще дерева нет. Вот одно сосновое бревно. Одно сосновое бревно нашел. Да идиотизм. Ну вот, наконец-таки. Делаем топор, потому что эта локация не деревянная. Здесь дерево мало по любасу. О, последний волк. Чудо-юдо вон какой-то еще топает. Волчик. Оу. Особенности лубенской охоты выполнено. Так, окей. Теперь нам нужна локация три черепа, но после того как? Как соберем здесь руду, да? И скрафтим щиты. Задание охоты на медведя выполнено. Тоже локация два черепа. Отлично, легко это все делается, да? Но можно и в трех черепах. Мастер шипастой палицы. Выполнено. Руда. Выполнено. Для щитов древесины маловато здесь. Дороже золота выполнено. Эгей! Щиты своими руками выполнено. Раз задание, два задания, капканы, три. Особенности лубенской охоты, четыре. Порхай как бабочка. Икона стиля. Заядлый игрок. Это отдельная тема. Это карты, да? Привратник. Вообще не сложно, но нужна бомба, да? Обычная. И огненным оружием, леденелым. Тоже не сложное задание, слушай. Вот здесь полно будет этих леденелых, да? Берем огненное оружие и готово. Берем свитки заморозки. И тогда два задания в ряд выполнишь. Давай сгоняем еще вот сюда. Каждодневочка. И ревнителя найти. Опа! Вот он красавчик. И что теперь? Побольше лечений готово, да? А у меня лечения нету. Почему? А я просто его тупо не взял. Как так? Ну я так умею, да? Дурное дело не хитрое, короче. Ёп ты говнарь вообще. Господин. Блин, эти боты это вообще, конечно, нечто. Чё, да идиотизм. Они всегда, короче, вовремя, ёп, вылазят. Не, ну изи, да? Ну, смотри, он как сумасшедшая обилку юзает. Я в шоке. Класс! Оп! Эй! Пархай как бабочка! Выполнено. И остается всего 4 задания. 2 на локации Санта. 1 привратник. И заядлый игрок. Давай я быстренько без тебя уже долутаю ящики на этой локации. 2 игры за рекламку забирай. И достаточно. И будет хорошо. Пороховой заряд. Ну, соответственно, 5 пороха, веревочка, фитиль, да? И пустая фляга. И чё, и чё, и как? И чё, и как? Блин, все просто, слушай. Вон с двери зайдем, взорвем, и все готово был, да? То есть вот так тащим этого засранца, да? Ну, я надеюсь, что то, что я ему сейчас уже об Колье нанес, урон, да? Никак не помешает нам облутать. То есть нам его убить нельзя, да? Чик. Ёп! Все Коля сломал. Чё, блин? Слушай, мы об Колье всю эту толпу красиво ломаем, да? Это, конечно, неправильно было. Но ничего страшного. Чуть-чуть рукожопа. Смотри. Лучше в сторону его отведи. Куда? Да куда хочешь. Вот, прям вот сюда вот. Вот сюда прям в сторону его отведи. Потом подбеги спокойно, взорви, да? Ну, ты понял. Коля, оставь. Они тебе потребуются. Блин, мужчина, не дерзи. Хоть шапочку одень. Да, блин, волки эти обоссаны. Давай быстрее, блин. Оу! Вор, но не убийца. Круто был. Сам в шоке. А ну, а теперь можно его и наказать, да? Светки ужаса, они как бы не лишние. Все, мужчина. Завершить. Вор, но не убийца. Ну и у нас осталось два последних задания. Нанесено урона огненным оружием леденелым. Соответственно, они есть на локации Санты. И этого более чем достаточно. Так, между делом. Они еще есть, значит, сопровождение купца. Да, они там тоже появляются. На севере они могут получше появляться. Но это полное все. Говно, тебе это не надо. Есть локация новогодняя. Через нее спокойно сделаешь это задание. Не обязательно прям за один день 2500 урона нанести, да? Делаем как делается. А как без использования лечения. Повторюсь. Крутая броня. Это супер. Окаменение тебе в помощь. Это тоже огонь. Оно тебя полечит раз в определенное время, да? Но самое главное, это свитки-заморозки. Ее упало. Будут свитки-заморозки. Все. На раз-два пройдешь вообще. Ну вот, смотри. Здесь крысы и леденелые, да, в основном. Вот они, говноедые. Изи. Хо-хо-хо. Ну-ка, сколько мы сделали за первый батл? 360. Можно было и 500 сделать, да? Но я никуда не тороплюсь, поэтому вообще насрать. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на ютубе, на рутубе, яндекс.зен.вк. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках. Трова, ВК-плей и ютуб. Также не забывай про телеграмм Печка ТВ, где живое общение, чат 24 на 7. Ну и регулярные анонсы всех розыгрышей, стримов, роликов, новостей по нашим любимым желаткам. В общем, ничего не пропустишь. Удачного тебе завершения Багряной охоты 11. Увидимся в следующем ролике. Ну или на стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok